Смотрел я выступления нескольких российских и украинских блогеров, которые говорили, что необходимо пересмотреть мировоззренческие подходы и воспитание молодежи в Армении и в Азербайджане. Что, мол, жить так дальше нельзя, но с этим трудно не согласиться, конечно, жить так дальше нельзя, конечно, нужно многое менять, в том числе по части пропаганды, идеологии, воспитания будущих поколений, начать сотрудничество, оставить позади взаимную ненависть. Это все так. Но, значит, в качестве примера все эти блогеры указывают, мол, на мирное, дескать, такое примерное сосуществование азербайджанцев и армян, которые после бойни, которая имела место в 1905-1918 годах, прикрушение Российской империи в первые годы советской власти, после этого, мол, вот в Советском уже Союзе все стало нормально, азербайджанцы и армяне жили в мире, дружбе, согласии и так далее. Теперь вопрос, ну что теперь нам делать? Опять возвращаться в Советский Союз, опять как бы принимать патронаж старшего брата, ну в данном случае, наверное, речь идет о России, да, вот старший брат, вот он же ведь сумел наладить, вот, мирную жизнь, да, двух народов, все было прекрасно, хорошо, а вот сейчас старшего брата нет и вот передрались, да, так сказать, неразумные младшие братья. Поэтому в связи с этим я хочу сделать такой небольшой экскурс, да, посмотреть, а действительно ли при старшем брате все было так хорошо. Итак, я приведу всего лишь несколько таких моментов, которые заслуживают внимания, чтобы ответить на данный вопрос. А на самом деле проблема, то есть, намного глубже. Итак, перед нами вот документ, это официальный документ Совета Министров Советского Союза. И вот что мы видим в этом документе. Итак, смотрите, переселить в 1948-1950 году на добровольных, так сказать, конечно, на добровольных, это вот, конечно же, в кавычках, в Кура-Араксинскую низменность Азербайджанской ССР 100 тысяч колхозников и другое население азербайджанцев из Армянской ССР. И второе, разрешить Совету Министров Армянской ССР, освобождаемое азербайджанским населением постройки и жилые дома в связи с переселением в Кура-Араксинскую низменность Азербайджанской ССР, использовать для расселения зарубежных армян, прибывающих в Армянской ССР. Итак, что мы видим из этого документа? Живут люди на территории Армянской ССР, и они туда пришли совершенно не впоследствии, это коренное население, которое веками там жило. Вот, и вот резко, вот это самый Советский Союз, при котором, так сказать, опять беру в кавычки, все было хорошо, мирно, прекрасно. И вот целых немало-немало, немного 100 тысяч азербайджанского населения просто насильственно вытесняют, выселяют оттуда, для того, чтобы туда вселить зарубежных армян, причем в их дома, на их пастбище, в их хозяйство и так далее. То есть на всем готовом. То есть азербайджанцы все там создали, значит, их выселяют и вселяют туда зарубежных армян. Вот, пожалуйста, это вот один такой вот факт, да. И теперь, как это назвать, значит, ну это, конечно, из той же самой плеяды, вот как выселяли крымских татар, там, другие различные кавказские народы там и так далее. Это там много народов там выселялись в Советском Союзе. И вот одним из них вот тоже вот были азербайджанцы, которых в угоду зарубежным армянам, которые были вселены на территорию Армянской ССР, в их дома, вот их выселили вот таким образом. И сейчас, в данный момент, на территории Азербайджанской ССР находятся потомки этих людей, причем их очень много, сотнями тысяч потомков этих людей, которые когда-то вот в 48-50-х годах были переселены. Ну и они не забыли этого, они всегда об этом говорят, всегда это повторяют, то есть в народной памяти все это осталось. Так, это один такой факт. А теперь что дальше? Ну ладно, давайте дальше, да ладно, скажем, что это были, так сказать, сталинские времена, все было плохо, да, Сталин преступник там, в общем, много чего там натворил. А ведь после Сталина что происходит? Ну да, вроде бы уже нет таких ужасающих репрессий. Хрущевская оттепель, уже вроде бы такая, ну, либерализация такая небольшая. И что мы там видим? Значит, наступает 1960 год, и в Армении, в Ереване резко строят по обелиск, вот он перед нами, жертв геноцида 1915 года в Османской империи. Теперь кто совершил этот геноцид? Однозначно армяне все говорят, что это сделали турки. Теперь кем называют армяне нас, азербайджанцев? Это, я думаю, всем уже известно, то есть на турецком, то есть армяне все нас, азербайджанцев называют турками. Следовательно, если им был учинен геноцид в 1915 году, то, следовательно, это сделали не только в Османской империи, но и это как бы относится и к нам тоже. Хотя, в принципе, мы, азербайджанское население, к тем событиям 1915 года мы не имеем никакого отношения, потому что хотя бы мы географически жили на удаленной территории от этого. Ну, видимо, армяне посчитали, что мы как бы вместе с османскими турками несем какую-то коллективную ответственность за это, и за это нас можно спокойно бить, нас можно ненавидеть, нам можно мстить, так сказать. Вот такая вот та средневековая идея такая у них возникла, мстительности. Ну и мстить, конечно же, надо нам. И вот я просто свои ощущения скажу. Я был вот в 1975 или 1976 году, я уже не помню, я еще был школьником. Нас со школы как бы повезли в советской еще школе, в дружественной, братской, опять в кавычках, значит, Ереван, в Армению, чтобы мы как бы ознакомились с нашим дружественным народом. Ну вот мы приезжаем туда, и нас сразу ведут на этот мемориал. И нам показывают, что все, вот, турки там и так далее, все это сделали. И как бы мы, еще будучи школьником, как бы мне это стало очень неприятно. Ну что значит, ну вроде бы Советский Союз, как бы мы в школе учим, я ученик, я учу там о дружбе народа. И вдруг здесь, значит, мемориал фактически поставлен какой-то ненависти к другому народу. Еще туркам, еще, а ведь я-то знал, что я сам турок, я еще с детства знал, что, ну, в принципе, мы тюркские народы, очень близки к османским туркам, тоже этнически. Ну да, он есть я, и следовательно, это против меня. Это меня даже еще в подростковом, в моем возрасте, это меня очень задело. Я помню, что после этого, значит, ну, у нас там в моей группе, в которой я был, там были учителя, но вот у них были довольно продолжительные споры вот с этими армянскими экскурсоводами, которые вот нас ввели на этот мемориал геноцида. То есть уже споры возникли уже тогда, и это было уже перед моими глазами. Уже противостояние уже было в 1975-1976 год уже, речь об этом. А этот мемориал был выстроен в 1966-1960 году. И вот, значит, уже культивация вот этой вот ненависти была заложена именно армянской стороной в 60-м году. Не надо ей подходить, это такое, вот как вот эти вот блогеры, которых я слушал, ну, и там, как говорят там на официальных каналах в России, на Украине, там обе стороны друг друга вот ненавидят, да. Ну, это опять-таки ставить на одну полку без разбора, там, кто сделал, что сделал, кто начал, кто кончил, там, и так далее. То есть все одинаковые, азербайджанцы виноваты, армяне, да, виноваты. Хорошо, вопрос, а с чего все началось? Хорошо, давайте, да, мы забыли. Даже азербайджанцы забыли то, что происходило там в 1918-1920-х годах, еще в Николаевское, царское там время. И даже выселение 1448-50-х годов тоже забыли. Хорошо, проехали, как бы, да. И проходит, значит, буквально там после этого выселения 12 лет армяне выстраивают там памятник геноцида в Армении. И этим самым закладываются основы для дальнейшей ненависти и вот всех тех событий, которые произошли уже в 80-х годах. То есть говорить о том, что и азербайджанцы виноваты, мол, тоже, это как бы уже очень несправедливо, так сказать, да, мягко говоря, да. Это и здесь вообще справедливости разговора даже нет, да. Все-таки тут однозначно культивация ненависти против турок, азербайджанцев началась именно с армянской стороны, да. Это очевидно. Вот созданием вот такого вот мемориала, ну, я даже и в одном из прошлых своих видео говорил, что, в принципе, мало ли какие народы в истории терпели какие лишения, какие потери и так далее. Да, они у всех были, нет такого народа в мире, у которого бы не было бы трагедии, да. Ну, вот доводить это вот до такой ситуации, как делают это армяне, конечно, этого, ну, в принципе, ну, почти, можно сказать, уже никто не делал, но, к сожалению, вот одним из этих почти встретились вот мы, да. Вот это вот заложило основу вот этого противостояния. В общем, короче, все началось с армян. Однозначно, азербайджанцы тут абсолютно невиновны. Это я говорю не потому, что я азербайджанец, а вот факт налицо, да вот. Вот мемориал ненависти ко всему турецкому и ко всему, соответственно, азербайджанскому, потому что азербайджанцев сами же армяне называют не азербайджанцами, а турками. Следовательно, была ненависть заложена по отношению к нам, и дальше все пошло. Тебе перейдем на более, да, ну, вот как только устанавливается этот геноцид, проходит буквально несколько лет и дальше, значит, ведь это же не успокаивается. Начинаются претензии, откровенные претензии армянских идеологов, интеллигенции, аристократии там их, в общем, лидеров даже армянской СССР, так сказать, на территории Нагорного Карабаха и на Хчеване, и не только. Еще там и Казахского района, и Кубаклинского района, да мало ли чего. Начинаются претензии вообще на все под видом Нахчеване и Карабаха, да. Хорошо, вот Советский Союз, да мы же ведь дружная семья, у нас братство народов и так далее. Какие могут быть разговоры? Ну, живут армяне в Нагорном Карабахе, в братском, дружественном советском Азербайджане, так. Нахчеван тоже является братским, дружественным Советским Союзом, в который армяне могут приходить, уходить, делать свои дела. В общем, все нормально, это одна страна, мы дружественные народы. И вдруг армяне поднимают вопрос о присоединении областей. Говорят о том, что несправедливо, мол, было переданы вот эти территории, значит, Азербайджанам. Хорошо, ну и что? И теперь вот опять же вопрос вот этим сам блогерам, средствам массовой информации. Что азербайджанцы и армяне это одно и то же, да оба виноваты. Кто начал территориальные претензии еще в советский период, которым, как говорится, дескать, все было хорошо, проблемы были решены? Ну вот, все это начали армяне. Когда азербайджанцы предъявляли, вернее, территориальные претензии армянам? В принципе, за советский период, по крайней мере, и даже в этот период независимости, никогда и ничего. Ну да, сейчас армяне говорят, что, азербайджанцы говорят, что, мол, они претендуют на Зангизур, там, Гереван и так далее. Да, в принципе, на словах, в принципе, ну, как бы не сказать, что претендует, а скорее там обида присутствует на то, чтобы эти территории были раньше с населением азербайджанским. Да, курдским, тюркским, там жили курды, тюрки, да и армяне тоже жили, но ведь что? А их погнали ведь оттуда, ведь азербайджанцев и курдов, да, ну, конечно, в народной памяти осталось, что, слушай, мы же ведь там жили же, ну, по-другому быть не может. То есть это не сказать прямыми такими претензиями на территорию Армении, нет, не было претензий. Претензий только к выселению азербайджанского и курдского населения из этих районов Армении. Вот. И теперь дальше поехали, ну, здесь уже идем, год 66-й. Вот Советский Союз, все хорошо, мы братья, друзья, дружба народов, там, так далее. И что, вот, вот, пожалуйста, это армянский вот сайт, вот, значит, вот мымсили там за Карабах, там, в общем, называется. В общем, какая-то очень такая фашистовущая армянская статья с ненавистью к азербайджанцам. И вот что, 1666-й год, вот здесь вот довольно долго здесь много написано, я общий смысл вот пересказываю. Значит, Степан Акерти, Нагорный Карабах, один преступник, азербайджанец какой-то, ну, взял, убил там армянского мальчика. И что дальше пошло? Ну, армянское население, вот здесь вот и говорится об этом, что, вот, значит, ну, армяне, до каких пор нам молчать? Очнитесь, армяне! В общем, да, вот протянулся вот такой клич, значит, по всему Нагорному Карабаху и Армении тоже. И, кстати, эти события перекинулись потом и на саму Армению, там тоже митинги, демонстрации в поддержку карабахских армян и так далее. В общем, да, он убивает этого мальчика, да, он преступник, да, начинается суд, и вот суд, значит, приговаривает этого преступника на 15 лет лишения свободы. Это не понравилось армянам, ну, хорошо, я понимаю, что, может, это не понравится, но ведь есть же нормы цивилизованные, ведь есть апелляции судебные, различные судебные инстанции, жалобы и так далее. Все можно было бы делать, вроде бы, цивилизованно. Но что делает, значит, армянское население? В общем, я не знаю, может быть, сотнями, не знаю, сотнями здесь вот об этом не говорится, в общем, ну, по крайней мере, огромное количество армян, в общем, взломав двери, прорвав цепь милиционеров, десятки разъяренных карабахцев во главе с каким-то Джоном Агановым ворвались в зал суда и, невзирая на автоматную очередь, вступили в рукопашную с сотрудниками МВД Азербайджана и так далее. После кровопролитной схватки, посмотрите, ну, ведь погибли, значит, люди, в общем, часть оцепления была разоружена, другая рассеяна, то есть они разгромили охрану фактически. Например, в зале преступников не было в ответ на выкрики, где, в общем, этот преступник, его звали Аршад, откуда он скрылся, объятый ужасом милиционер-азербайджанец молча указал на запас. Но выход преступников судей настигали, когда они садились в машину. Ну, вот, то есть их хотели вывезти, в общем, да, вот, подсудимых там и так далее. И что, на них просто облили бензином и, в общем, подожгли, живьем подожгли, в общем, всех, там и охрану, и преступников, и еще там других, всех подряд подожгли. В общем, и что это было? Это же ведь национальная ненависть, да? Вот почему все это произошло? А ведь по национальным причинам. Вот если в этой статье прямо и говорится, что армяне были недовольны именно, что вот азербайджанцы нас вот убили. Именно азербайджанцы, не преступник там какой-то. Ну, да, он азербайджанская национальность, но он преступник, да? Не об этом была речь. Именно азербайджанцы нас убивают. Речь была вот об этом. То есть национальное противостояние в Советском Союзе, где якобы были все национальные проблемы между азербайджанцами и армянами решены, вот, произошли вот такие события. И произошли они потому, что армянская истерия после установления вот этого памятника геноцида армянского народа, после того, как, в общем, армянство начало писать жалобные письма в Кремль, после того, как армянская интеллигенция начала масштабную пропаганду среди своего населения анти-турецкую, анти-азербайджанскую, и после этого вот были вот реализованы вот эти вот события. Вот события в Степанакерте 66-67-х годов были следствием, значит, националистической пропаганды, националистической политики руководства армянской СССР и интеллигенции там и так далее, да? Ну, что дальше мы имеем, да? А дальше вот это самое... Да, вот это событие даже у меня на памяти. В Казахский район, на северо-западе Азербайджана он находится, этот Казахский район, да? В этом районе произошли тоже столкновения. Значит, село Кемерли, Казахского района, вдруг советские органы решили передать, значит, Армении. И в то время бесхребетное азербайджанское руководство, первые секретари там, секретари всякие, ЦК, КПСС, абсолютно аполитичные, национально индифферентные люди, космополиты, абсолютно не имеющие никакого представления о, значит, правах своего собственного народа. Они жили исключительно по указке Кремля. Что им из Кремля укажут, то и сделали. И вот они, значит, армяне поднимают вопрос о том, что, мол, им не хватает там каких-то пахотных земель и так далее, и спокойно, 2500 гектаров, огромная территория. Значит, Москва передает Армении, так? Передает армянское соглашение опять, да вот Советский Союз, да? Вроде бы одна страна, да, пускай вот работает, да все, мы же одна страна, нет, именно передать Армении, вот, да, вот, пожалуйста, вот. И, разумеется, там все это играет роль армянской лобби, которая засела в Москве там и так далее, и международные круги, ну, мало ли чего, это уже долго об этом говорить. Ну, и вот, вот, короче говоря, вот происходят вот эти события, в момент передачи, ну, значит, население вот этих сел вообще казахского района фактически поднимается на восстание, да? Они просто не выражают свой протест относительно того, что почему эти земли должны быть переданы Армении, да? Они для них тоже представляют интерес, потому что они там тоже там работают, там же сельскохозяйственные работы ведь проводятся, и вдруг их отдают. В общем, и там произошли столкновения, и после этого туда выехал, значит, вот, РАСИЗАДЭ, заместили председателя Совета Министров Азербайджанской ССР, ну, и вот этого РАСИЗАДЭ там перевернули автомобиль, и дальше, я не знаю, правда, здесь вот статья, вот, я открыл вот статью вот в одном из азербайджанских ресурсов, ну, здесь не говорится, конечно, но я, насколько слышал, РАСИЗАДЭ сам вот уже избили, значит, вот этого официального представителя Азербайджанской ССР, и вместе с его людьми, которые приехали, народ фактически восстал против правительства Азербайджанской ССР за его бесхребетность, за фактически предательство национальных интересов. Вот, пожалуйста, вот это вот было тоже, ну, и так далее, да, вот такого типа событий, и это были, вот эти события, значит, в казахском районе происходят в 1884 году, а, как известно, уже в 1988 году уже начинаются уже события по отторжению Нагорного Карабаха от Азербайджанской ССР. Итак, какой можно подвести итог, да, судя вот по всему тому, что я рассказал, в принципе, получается, что никакого, значит, мира между армянами и азербайджанцами на самом деле не было. Это все только лишь, ну, как бы, с одной стороны, вот просто советская власть силовыми методами утверждала, значит, такое некое общежитие между двумя народами, но, тем не менее, подковерно в глубине шли события по национальной, которые способствовали, в общем, национальной розни, чем в Советском Союзе. И в Советском Союзе эти события были, в том числе и столкновения, в том числе и насилие между двумя народами в Советском Союзе происходило. А как решал Советский Союз? Говорят, вот решал, да, Советский Союз эти вопросы. Да, да, мы, как видим, он как решал? За счет азербайджанского народа, да, решал, да. Фактически все делалось в угоду армянам. Выселяли азербайджанцев, вселяли в армянскую СССР азербайджанцев, отбирали у Азербайджана, значит, целую территорию огромную, тысячами гектар, передавали армянам, армянской СССР. Опять азербайджанцы оставались, как бы, неудел, в общем, как бы, в роли обиженных, как бы, да, ну, действительно, это так, да, как это так? Берут мою территорию, отдают, значит, другому государству или другой республике, с какой стати, собственно говоря. Вот, это делалось потом, ну, значит, армяне откровенно, например, могли писать жалобы в Кремль, там, выражать недовольство, требовать отторжения территории Союзной Республики, а азербайджанцы этого сделать не могли. Как только азербайджанец что-то хотя бы поднимал голос, что-то хотел выговорить, сразу начинаются репрессии. И я это хорошо помню, ведь я жил тогда в советское время, еще и моя молодость прошла в Советском Союзе, да. Я это помню. Вот, к примеру, я работал в то время в хозяйственной сфере, я был газовиком, в общем, я работал в газовой конторе, еще у нас было очень много армян. И вот эти армяне, они прямо при мне проводили свои националистические речи, свои националистические собрания, они обособлялись, они сидели, читали там разные книжки. Типа, ну, один раз как-то один, я поинтересовался, ну, одного армянина, а что за книжку, мол, ты читаешь? И он мне как бы вот, ну, с негодованием, да вот, посмотри, это про геноцид армян, он прям вот очень таким злобой у меня ответил. Вот возьми, я тебе могу дать, вот почитай, что было с армянским народом. Как бы я, я был, конечно, был удивлен, вообще, что за тон и так далее, да, казалось бы на безобидный вопрос. Вот, и потом были армяне, которые откровенно, в общем, там даже рабочие, сварщики всякие там были и так далее, свысока, значит, разговаривали с азербайджанцами. Значит, ну, на меня там иногда даже слово как бы вот подбрасывали, мол, да, ладно, мол, ты турок там и так далее, как бы уничижительно. И это все происходило в Баку ведь. И вот тогда, я будучи молодым человеком, я, мне стало не по себе. Я пошел и пожаловался своему начальству, что, мол, что за разговоры, да, здесь происходят. И что, вот я, как азербайджанец, что меня начали тогда давить. А мне сказали, что вот ты занимаешься национализмом, вообще заткнись, говорить нельзя, выражать недовольство нельзя. А вот армянам никто ничего не говорил, им все было можно. Опять же, возвращаемся к тому, что я сам испытал. Ведь я видел, что проблема, значит, армянам и азербайджанцам решалась за счет ущемления азербайджанцев. Однозначно. Уже весь тот экскурс, который я провел на фактических данных, и еще, ну, где-то мои, правда, они мелкие, но они все-таки воспоминания. Вот эти вот воспоминания тоже я припылесовываю, каким образом это все достигалось. Достигалось за счет ущемления права азербайджанцев, да. Поэтому сейчас, когда говорят, что да, давай, да, вот в Советском Союзе вот как вот все было хорошо, это на самом деле означает то, что эти люди хотят решить все проблемы за счет унижения азербайджанского народа. Опять, так же ведь и было в Советском Союзе. Опять, вопрос, да, а каким образом в Советском Союзе все было хорошо? Ну, вот, как я и сказал, за счет ущемления азербайджанского народа. Значит, если вы, господа, говорите, что в Советском Союзе хорошо, и хорошо бы применить, да, уже где-то намек такой, и сейчас тоже вот это, это значит, что вы все выступаете против азербайджанского народа. А, разумеется, мы азербайджанцы не будем сторонниками подобных действий, что мы и показали. Уже мы создали свое государство, свою армию, и после этого кто нам может давать там указания, как было хорошо, вот было бы хорошо, если бы, в общем, вернулись бы в те времена. Ни в какие другие времена мы возвращаться не собираемся. Наша история движется вперед. Вот, в принципе, мы заявили о себе как состоявшейся нации, и мы будем действовать в пределах справедливости. Разумеется, мы не хотим ущемлять права армянского народа, и даже в ответ этого не хотим делать. Единственное, что мы делаем, это требуем свои законные, признанные международным правом границы. Больше мы ничего не требуем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!